Взгляд Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая Л. Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая 1 мая 2019, 10.41 фото Виктор Киром, Чадж Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно Особенно ради дружбы с США В издании National Interest появилась примечательная статья о будущем российско-американских отношений Автор известный в США эксперт по внешней политике Дуг Бен Доу Описывает ее отнюдь не в традиционных для американского политика академического истеблишмента лозунгах Мистер Бен Доу рассуждает исключительно в рамках политического реализма И предлагает примириться с Россией ради того, чтобы вместе противостоять Китаю Прекрасная теоретическая схема, но в реальной жизни она практически нереализуема Цена предательства В обводных Дуг Бен Доу по большей части прав Он верно подмечает тот факт, что отношения между Москвой и Пекином далеки от идеальных В них нет доверия, у сторон разные интересы Единственное, что, по сути, объединяет два государства Это противостояние американскому доминированию Стремление не позволит американцам лезть в дело всех стран Включая те, которые входят в сферу интересов России и Китая Однако даже тут нет союзнического поведения Москва и Пекин не действуют в паре В том числе и там, где их интересы совпадают Например, в деле поддержки венесуэльских и кубинских властей Америка должна использовать эту ситуацию в свою пользу Сейчас основный вызов Вашингтону исходит от Китая выжидающей сверхдержавы А не от России, являющейся сейчас державой с ограниченными возможностями в глобальной политике Поэтому автор предлагает искать моду свивенди с Россией У которой нет экзистенциального конфликта с Западом И которая просто хочет, чтобы США и ЕС отстали от России То есть Запад должен признать Крым Прекратить расширение НАТО на Восток и снять санкции В обмен Москва должна прекратить поддерживать украинских сепаратистов А также начать участие в различных проектах по сдерживанию Китая По сути Дуг Бен Доу не открыл Америку разговоры о том Что для сдерживания КНР Соединенным Штатам нужна Россия Ходили давно И после 2014 года ряд экспертов критиковали Обаму за то Что он своими действиями лишь бросает Москву в объятия Пекина Такого же мнения придерживался и Дональд Трамп Судя по всему, нынешний хозяин Белого дома планировал замириться с Кремлем И обменять Украину на уступки России по Сирии в китайском вопросе Однако эта сделка не состоялась и не только потому Что Россия не захотела покупать Украину Или русофобский конгресс был категорически против При всех сложностях российско-китайских отношений Москва Ни при каких обстоятельствах не пойдет на расписанную Дугом Бен Доу сделку Себя поджигать не будем Прежде всего потому, что у нее с Китаем все-таки есть общие интересы Например, поддержание стабильности и порядка в Средней Азии Для Китая это защита его будущих торговых путей в Европу Гарантия продолжения поставок среднеазиатской нефти А также отсутствие фактора дестабилизации в населенном мусульманами Синьцзиану и Гурском автономном округе И США, понимающие всю важность среднеазиатского региона для КНР Уже начинают раскачивать там ситуацию Видимо, предполагается, что в рамках сделки они получат в этой раскачке помощь Москвы Имеющей колоссальное влияние в этом регионе Однако для Кремля стабильность Средней Азии не менее важна, чем для Китая Ведь это южная подбрюшья России, участвующая в интеграционных проектах с Москвой Радикализация Средней Азии приведет ко всплеску терроризма в самой Российской Федерации А также к дестабилизации ее мусульманских регионов Да, Москва и Пекин стабилизируют регион не вместе Интегрировать проект шелкового пути и евразийской интеграции пока не очень получается Однако это не значит, что Россия готова отказаться от этой стабилизации и взорвать свое подбрюшье Еще одной причиной отказа Москвы от антикитайских действий является элементарная география Да, Россия считает себя страной Запада и в случае снятия санкций снова будет ориентироваться скорее на Европу, чем на восточные государства Однако это не означает, что Кремль будет участвовать в различных проектах, которые направлены против его могущественного восточного Соседа Россия не собирается ставить под угрозу безопасность и развитие своих дальневосточных территорий просто потому, что у части Запада конфликт с Китаем Да, некоторые эксперты уверяют, что растущий Китай представляет угрозу и для России Однако это не совсем так Вектор экспансии КНР направлен скорее на юг и юго-восток на Тайвань, Японию, Корейский полуостров и страны Асиан Российские территории для КНР важны как безопасный и стабильный тыл, источник поставки ресурсов желательно по низким ценам До тех пор, пока экспансия на юго-восток не закончится победой, а она, скорее всего, и не закончится Пекин не собирается каким бы то ни было образом покушаться на российский суверенитет А значит, и Москве нет смысла наживать себе серьезного врага Офа Тем более ради чего? Ради сотрудничества с США, которые в последние годы регулярно предают и продают своих союзников Что им мешает предать и продать Россию, которую они даже не считают равноправным партнером Поэтому Москва и не собирается участвовать ни в каких антикитайских авантюрах Вместо этого Кремль пытается зарабатывать на сотрудничестве с КНР Например, создает северный морской путь для транзита китайских товаров в Европу И, в принципе, может в обмен на нормализацию отношений с США занять нейтральную позицию в китайско-западном конфликте Это максимум, на что могут сейчас рассчитывать американцы Да и то лишь в том случае, если поторопиться время играет не в их пользу